Здравствуйте, меня зовут Максим, я медицинский психолог. Я живу в России, в городе Самара. И в этот очень сложный для нас период, который связан с неопределенностью, с непредсказуемостью, который связан с потерями, с расставаниями, со сложными эмоциональными состояниями, я бы хотел сказать слова поддержки и хотел бы немного рассказать о том, как можно справиться, как можно помочь себе, когда мы испытываем страх, который нас может парализовать, который может выбивать нас из жизни и очень сильно мешать и влиять на нас. Хотелось бы начать с того, что сам страх – это эмоция, которая способствует нашему выживанию. И в сложившейся ситуации страх – это, может быть, вполне адаптивная реакция, которая возникает у многих из нас сейчас. Но страх бывает разный. Страх бывает рациональный, и страх бывает иррациональный. Иррациональный страх – это тот, который нас парализует. Это страх, который не помогает нам справиться с ситуацией. Это страх, который выбивает нас из жизни и делает нам хуже. И я предлагаю вам понаблюдать за своим поведением, за своими мыслями, которые у вас возникают. Возможно, вы делаете какие-то вещи, которые уже не соответствуют этой реальности. Просто лежите на диване и думаете о том, что всё пропало, и выхода из этой ситуации уже нет. Возможно, вы несколько раз в день, 20-30 раз сможете мыть руки. Вы можете накручивать какие-то идеи о том, что всё плохо, и на этом жизнь закончена, и можно просто сидеть и ничего не делать. И эти мысли вместе с этим страхом, они не будут способствовать тому, что вы адаптируетесь в этой ситуации. И это будет способствовать лишь тому, что вы будете чувствовать себя хуже эмоционально, физически. И я вам хочу предложить попробовать взглянуть на ситуацию, на события, которые происходят вокруг вас немного по-другому. Несмотря на всю трагичность происходящего, несмотря на то, что эти ситуации связаны с многими потерями и ограничениями, наша с вами задача – лучше адаптироваться среди этой ситуации. И наша с вами задача – справиться с этой ситуацией. И наша с вами задача – выйти из этой ситуации. А для этого нам нужно вместе прикладывать определенные усилия, и для этого нам нужно чувствовать себя хорошо, быть здоровыми и осильными для того, чтобы совершать какие-то действия. Поэтому подумайте над тем, что вы можете выбрать вместо того, что с вами происходит. Как вы можете поддержать себя, как вы можете начать думать по-другому. Подумайте над тем, как вы можете поддержать своих близких, насколько вы сейчас важны для них, насколько важно ваше состояние для них, для ваших друзей, и для тех, возможно, коллег, с которыми вы работали до изоляции. И это поведение, это размышление, оно будет способствовать тому, что вы лучше будете адаптироваться в сложившейся ситуации. Да, мы вынуждены сейчас находиться дома, но, несмотря на это, мы можем найти какую-то деятельность, которая может нас развивать, которая может нас сближать с теми людьми, которые рядом с нами находятся. И я думаю, что это будет более здоровым таким восприятием, поведением, в первую очередь для них, для того, чтобы позаботиться о их состоянии, об общей атмосфере в семье и в том окружении, в котором вы находитесь. И когда эта эпидемия, когда эта ситуация уже начнет снижаться, когда мы выйдем из этой ситуации, то ваше состояние, оно тоже будет немного другим. И вы сможете подумать о себе, о том, что вы смогли справиться с этим, что вы смогли не впасть в какое-то уныние, отчаяние, в депрессию, что страх не полностью завладел с вами и парализовал вас. И когда мы с вами выйдем из этой ситуации, вы сможете подумать о том, что вы сильный, что вы не беспомощный, что вы справились и что вы смогли найти верные шаги и верные какие-то решения, которые поспособствовали стабилизации вашего состояния и способствовали тому, что вы чувствуете себя хорошо. И лучший вариант сейчас можно сделать как такую практику или упражнение. задать себе вопрос о том, как я сейчас думаю о себе, о ситуации. Является ли мой страх, который у меня возникает деструктивным, который мешает мне адаптироваться, который мешает мне чувствовать себя лучше. Если вы это обнаруживаете, если это есть, то задайте себе вопрос, как я могу по-другому начать воспринимать эту ситуацию, какие шаги я могу предпринять, чтобы что-то сделать в сложившейся ситуации для тех людей, которые рядом со мной, а для себя в первую очередь, и как я могу это все воспринимать, несмотря на всю тяжесть и вот этой ситуации, которая вокруг нас происходит. Главное, что нужно еще понимать, что вы не одни, и что мы можем с вами вместе объединяться, помогать друг другу, заботиться друг о друге и интересоваться состоянием друг друга. И самим нам нужно быть в более стабильной форме, чтобы другим людям было комфортнее, и чтобы они могли равняться на нас, и чтобы могли двигаться вместе с нами. Поэтому задумайтесь над тем, как вы воспринимаете, какой ваш страх и какие шаги вы можете предпринять, чтобы ваше поведение и ваши взаимоотношения были более полезными и более продуктивными здесь. Спасибо за уделенное время и берегите себя и тех, кто вам дорог.